Как правило, вопросы с проведением своего досуга во время празднования у Брещан не возникают. Городской исполнительный комитет ежегодно уделяет организации торжеств особое внимание. В период с 26 до 29 июля Брещан ждут многочисленные сюрпризы. Хотелось бы рассказать о некоторых мероприятиях, которые пройдут в нашем городе впервые. Это, конечно же, ночной концерт. Ночной концерт состоится у нас на площади Ленина, начало в 22 часа. Он называется «Вечерняя симфония-2018. Концерт популярной классической музыки». Замечательная праздничная программа подготовлена симфоническим академическим оркестром под управлением Александра Анисимова. Брещане смогут не только прикоснуться к живой классике, а их ждут множество сюрпризов хореографических, музыкальных. К главному празднику города Брещане готовились заранее. Радуют горожан разнообразные баннеры и яркие краски многочисленных клумб, которые создают настоящую праздничную атмосферу. Афиши предстоящих мероприятий есть на многих объектах Бреста. И несмотря на то, что жители города еще заняты своими делами, праздничной программой Брещане интересуются. Праздник ждут, а выходные дни уже вовсю планируют. Праздника очень ждем, и подготовка очень такая развернутая, масштабная открылась, поэтому ждем чего-то грандиозного. Конечно, ждем. День города – хороший праздник. Ждем, отлично его ждем, хорошо подготавливаемся. Город у нас красивый, парада красиво наводится. Что еще можно сказать? Можно сказать, самый лучший город Беларуси, я так понимаю. Только приехал сегодня из отпуска, надеюсь, что все будет чудесно. Обычно я всегда хожу на концерты, на мероприятия. Зеленяют, красиво все делают, цветочки, все. Где не пройдешь, везде люди работают, готовятся. Молодцы все ребята, честное слово. И вообще, просто надо сказать огромное спасибо, наверное, и правительству нашему, что такая подготовка прекрасная, шикарная идет. Впереди еще много интересного. Занятие для себя на День города без труда найдет и взрослый, и ребенок. Дарья Нищадим, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ. Спасибо.